Приветствую вас! Сегодня у нас с вами пятый урок. Немножечко задачу усложним. Напишем два апельсина. Один из них справа будет частично очищенный от кожуры, а второй апельсин будет спрятан под прозрачным пакетом. Для начала мы взяли с вами холст. Он был загрунтованный серо-зеленой краской. Этой подкладке я дал просохнуть неделю. Затем мы покрыли тройником нашу поверхность, чтобы было работать более комфортно. И работаем вначале абсолютно без белил. Набираем максимально темные и теплые оттенки. Во многом эта теплота уберется, особенно в тех местах, где у нас падает максимальное количество света. То, что мы пока не используем белила, в этом тоже есть большой плюс. Во-первых, мы свою работу не выбеливаем, мы не размыливаем ее, но при этом находим самые яркие и темные глубокие тона. Естественно, потом мы можем все это исправить, кое-где убрать, кое-где добавить, усилить. Но вот такая конструкция, на мой взгляд, она правильное ведение работы. Дальше мы мастихином немножечко продираем нашу поверхность, чтобы убрать лишнюю краску и дальше подготовить нашу поверхность. Теперь мы можем использовать белый цвет. В смешениях ультрамарин, умбра и белила мы получаем сложный оттенок, такой серо-синий. Также добавляем кадми красный и уходим в более филетовую сторону. Постепенно начинаем высветлять ту часть апельсина, которая очищена от кожуры. Используем в смешениях кадми лимонный, умбра жженая, немножечко белил. Также берем вторую комбинацию, делаем ультрамарин, смешиваем с кадмием красным и добавляем чуть-чуть кадми лимонный с белилами. И постепенно тонким слоем, то есть мы не накладываем много краски, постепенно потихоньку растушевываем от светлого к темному. Важный момент, та часть апельсина, которая отвернулась максимально от света, мы белую краску туда не добавляем. Если мы добавим белую краску в эти части, живопись разбелится, размылется и станет скучной, серой и пропадет принцип тепло-холодности. То есть, по мере того, как предмет отворачивается от света, то добавление белил будет меньше и меньше. Второй апельсин в пакете, он будет написан не такими кричащими яркими красками, поскольку рефлексы и грани отражения от пакета, они забирают вот эту насыщенность, и мы пишем более серебристыми и нейтральными цветами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!